У нас, говоря про рейтинги, у нас помимо рейтинга самой передача еще с рейтингом наших кошек, которых мы пристраиваем. В прошлый раз мы с вами встречались, не доехало видимо животное, в этот раз доехала Анфиса. Вот такая вот Анфиса у нас ходит сегодня в гостях, если не убежит. А если она убежит, ее шансы пристроиться будут значительно меньше, найти их хозяев. У вас, кстати, есть домашние животные? У меня кошка есть, кот. Да? И кошка, и кот? И была кошка в начале 15 лет, сейчас кот у нас, тоже рыжий. Была рыжка, теперь рыжик. Это дарят или как-то? Нет, это наши сами кошки, и они не совсем породные, просто мы нашли, они друг другу понравились, и жена ли очень любит кошку. Здорово, здорово. В основном у нас как-то вот так получается, что передачи приходят собачники. Я сам собачник, а вот хорошо, когда человек в предмете разбирается. Кстати, мы в прошлый раз, когда, мы сейчас вернемся к предмету нашего разговора, кстати, мы совершенно не успели поговорить про, мельком упомянули про вашу дочь. А у нее есть кошка? У нее нет кошки, у нее потому что есть аллергия на кошку. А, у нее нет кошки? Аллергия, да? А как же она приезжает к вам? Ну, приезжает в гости, мы стараемся все убирать, и нормально все обходится в коротком пребывании. Но, кстати, именно по этой причине она всю жизнь мечтала иметь собаку, но, к сожалению, не имели собаку. Но она всю жизнь, с детских лет мечтала иметь собаку. Но надо это понимать. В воспитании кошка, вот мы считаем, что это образец того, как надо воспитывать людей. Вот кошку можно, она же на слух не понимает, ее надо воспитывать добром, лаской. И тогда она будет все это делать. Ну, она энергетически всякие вещи, да. А если вы попробуете на нее замахнуть, она сразу показывает коготочки. Это правда. Вот надо думать про ребенка то же самое. Когда вы воспитываете ребенка в школе или в университете, вот не надо на нее замахиваться, угрожать ему. Ему надо лаской научить. И тогда все будет гораздо эффективнее. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24.